Ну а с наступлением лета участились случаи падения детей из окон только за первые дни июля. В России было уже 20 таких инцидентов. Последний произошел в столице в минувшие выходные. Почему подобных случаев становится все больше и какие правила важно знать, чтобы обезопасить своих детей, все выяснила Дарья Крамрова. Тот самый дом в Тенао, тот самый подъезд. Здесь с четвертого этажа выпал мальчик. Ему всего полтора года. Мы смогли пообщаться с дворником Мурадом. Он один из первых увидел ребенка уже на земле. Она на газоне. А тут кто-то кричал, чтобы не подойдите, не трогайте. Потом я ближе не подошел. Ну и сразу мать выбежала, да? Правильно понимаю? Конечно, конечно. Они же нормальные люди. Только за первые дни июля из окон домов выпали около 20 детей, сообщили в Следственном комитете. В СК предупредили родителей. Хватит и нескольких секунд без внимания взрослого, чтобы ребенок выпал. Поэтому в квартирах, где есть дети, должны быть установлены специальные ограничители на окнах. А в комнате, где ребенок проводит время, у окон не должно стоять никакой мебели. На момент инцидента в квартире находилась мать малолетнего, которая на непродолжительное время отлучилась из комнаты, где находился ребенок. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, произошедшего. Маленький Абдурахман тоже выпал из окна. Оперся на москитную сетку, и она не выдержала. Реанимация больше 10 дней в коме. Сейчас в стационаре два человека лежат после ката травмы. Это ребенок с тяжелой черепно-мозговой травмой, падение как раз-таки с москитной сеткой со второго этажа. К сожалению, произошло падение именно на голову. А вот что происходит с любой москитной сеткой, если на нее надавить. О том, что такие сетки небезопасны, сейчас предупреждают в каждой компании по установке окон. А какие есть варианты вообще? Как можно себя обезопасить? Вариантов несколько. Первый – это детский замок. Он устанавливается под низ створки и фиксирует створку. Окно можно открывать на проветривание, просто закрывать, но ребенок полностью окно не откроет, потому что зафиксировано. Еще один вариант защиты – пластиковая перегородка. Ее устанавливают на внешнюю часть окна. Дарья Крамер, Анастасия Шерстобитова и Антон Захаров. Москва, 24.